План работ на текущую неделю обсудили на общегородском совещании в Химках. Один из важных вопросов – обеспечение бесперебойного водоснабжения жилищного комплекса Новогорск парк. Здесь завершается строительство водорегулирующего узла для трёх тысяч жителей. Новую систему водоснабжения запустят уже на этой неделе. «Мы на следующей неделе заканчиваем работы Новогорск парк по ВРУ. В настоящий момент производится заполнение им костей, не смонтированное, гидравлические испытания. В выходные дни будет произведена дезинфекция данных им костей. Далее промывка после дезинфекции, отбор проб по санкину и к концу недели планируем запустить их в штатный режим». Масштабные работы запланированы в сфере ЖКХ. В этом году капитальный ремонт проведут в 134 домах. До 1 сентября строительные бригады обновят 93 подъезда, много квартирных домов. 11 из них уже полностью готовы. «Работа запланирована на данных адресах по монтажу входных дверей, установке окон, монтажу тамбурных дверей, штукатурка, шпаклёвка, покраска, откосы. Локальный ремонт кровельного покрытия. До 15 числа запланировано на 20 адресах виды работ. Это демонтаж устаревшего покрытия, очистка кровельного покрытия, ремонт повреждённых участков кровли, герметизация швов». Также обсудили работы в сквере имени Марии Рубцовой. Здесь установят современную эскейт-площадку. «Сквер имени Марии Рубцовой. В настоящий момент запланировано получение ордера на проведение земляных работ, после которых мы приступаем к подготовительным работам. Также запланирована установка одного теннисного стола в Химкинский лесопарк. Ведётся частичная установка лыжероллерной трассы на земляных участках, где отсутствуют деревья». Продолжается и обустройство пешеходных дорожек. В рамках программы губернатора «Пешком» новые тротуары появились на 8 адресах. На этой неделе завершат работы по благоустройству тропиночной сети в деревне Юрлова. Большое внимание уделят и дворовым территориям. «Продолжается ремонт дворовых территорий. Микроэннисходня Микоянов, Фрунзе, Мичурино, Юбилейный проспект, дом 16, и Новогорск-Планерная улица Молодёжная, дом 68. Продолжается модернизация дворовых территорий. В микроэннике Клязьма-Сторбе, улица Гоголя, 12-14. Там установлена уже спортивная детская площадка. И заканчиваем с асфальтобетонным покрытием». В округе на текущей неделе проведут более 150 культурно-массовых мероприятий. Одно из них – развлекательная программа «Культурный код Подмосковья», которая пройдет в парке Толстого, Дубки и имени Величко. Также продолжаются работы по ремонту спортивной инфраструктуры. «В рамках текущей повседневной деятельности на неделю спорта запланированы у нас работы по содержанию спортивных объектов. Задействованы 32 рабочих. Проводятся такие виды работ, как ремонт системы вентиляции, косметический ремонт, ремонт технических помещений и частичный ремонт брусчатки». Продолжается капитальный ремонт Дома детского творчества «Созвездие» на улице Панфилова. Здесь отремонтируют фасад и кровлю, заменят системы отопления и водоснабжения, а также электрокоммуникации. Демонтаж внешних и внутренних конструкций уже завершен. «Выполнено 27,5%. Вместе с Минстроем и подрядчиком делаем все, чтобы закончить к 1 сентября. Также будет проведена проверка хода работ по капитальному ремонту гимназии 23 заказчик управления строительства. Объект капитальный ремонт выполнен на 79%, срывов сроков нет». Также на этой неделе 18 июля в Старых Химках состоится и традиционная выездная администрация. Профильные службы будут принимать химчан в 30-й школе. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.